Сегодня расскажу, как выйти из своего Google аккаунта на Android. Кажется мелочь, но я попал однажды. На пересечении границы начал тыкаться и не смог. Все, конечно, обошлось, но знать это надо. Поехали. Значит не секрет, что в Android на Google аккаунт завязано множество всякой информации. Например, контакты. Фотографии, включая какие-то архивные, которые вы даже не представляете, что существуют. В случае, если у вас подключена синхронизация фотографий, а по-моему по умолчанию она включена. То есть фото вы отовсюду удалили, а оно где-то там есть. И так далее. И вот бывают такие ситуации, когда все это надо бы убрать, спрятать. Например, при пересечении границы, но бывает и еще ряд подобных случаев. Где это делается? Логично, что в настройках. И тут в районе аккаунтов будет информация и о Google аккаунте. При этом найти, как из него выйти, не так-то просто. Какие-то аккаунты, синхронизация, но. Вот здесь в настройках аккаунта есть волшебная кнопка «Добавить аккаунт». И вот ей бы я вам и советовал воспользоваться в конспиративных целях и вообще. Что сделал я после «Казус на границе». Я завел еще один Google аккаунт, благо заводится он за две минуты, и он у меня всегда болтается в телефоне. Ну то есть завели и вошли в него на устройстве. Некто Сергей Новиков. И юзерпик с генерированной нейросетью. Кстати, сейчас понял, что неправильно. Надо заводить на свое имя и фамилию, и юзерпик тоже свой вставлять. Чтобы у товарища майора не возникло вопросов, а почему это у вас имя тут Сергей Новиков и на фотографии не вы. Но это уже тонкости, принцип я думаю вы поняли. Теперь у вас два Google аккаунта на телефоне. Во всех приложениях Google вы можете выбирать, под чьим аккаунтом смотреть. Ну то есть в принципе можете, но понятно, что до наступления часа Че вы будете пользоваться своим основным аккаунтом. Ну просто имейте в виду, что вот так выглядит. Если вдруг все пропало, например на Google диске, это не значит, что все пропало. Это значит просто, что вы в другом аккаунте и его нужно переключить. А при наступлении часа Че вы опять заходите в аккаунты, и теперь вам нужно перейти в управление аккаунтами на устройстве. Здесь Google. Я говорю, они все конкретно запрятали. И вот два ваших аккаунта. Можно посмотреть, кстати, что конкретно синхронизируется и даже что-то отключить. Так, ну мне нужен не липовый Новиков, а основной аккаунт. И здесь нужно нажать на еще. И вот уже здесь мы наконец-то видим кнопку удалить аккаунт. Мы не удаляем в данном случае сам Google аккаунт. Почта, диск, все останется, но где-то там. Мы удаляем таким образом аккаунт с телефона и ни в каких приложениях Google никаких следов вашего основного аккаунта не останется. И нигде переключиться на него вы не сможете. И контактов вашего основного аккаунта также не останется. Единственное, с фото чуть сложнее, потому что он показывает в том числе фото с телефона как Google фото. А вот что синхронизировано с липовым аккаунтом, а что нет, это не могу знать. Какие там у вас настройки. Можно зайти, например, из-под браузера с ПК и посмотреть, что синхронизировано. Но это отдельная тема. А наша задача в целом выполнена. Вы вышли из Google аккаунта и даже лучше, вы подсунули другой липовый Google аккаунт. Который, если постараться, можно еще и наполнить как-то по уму. И письмами, и контактами, и фотками, которые вас никак не будут дискредитировать. А когда опасность миновала, вы соответственно опять идете в Google аккаунты, говорите добавить и заново заходите в свой основной аккаунт. И у вас все и везде моментально восстанавливается. И письма, и содержание диска, и контакты. Ну, может быть не сразу, надо какое-то время дать ему на синхронизацию, но через минуту все точно восстановится. Вроде информация простая и вам может показаться, что для вас не актуальное, но заведите второй аккаунт. Дело пяти минут, а лишним не будет. И поделитесь этим скринкастом с друзьями и родственниками. В непростое время живем. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Воволомов и Теплица социальных технологий.